На этой неделе конвоиры отмечают свой профессиональный праздник. Указом царя Александра III в конце XIX века были созданы специальные отряды для сопровождения арестантов. В Советской России перевозкой осужденных занимались внутренние войска. В 1999 году полноценное спецподразделение появилось при управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В праздничную неделю сотрудников отдела поздравило руководство управления, а ветераны службы вспомнили, как все начиналось. Как начинали в 90-е с нуля и старую технику, которую получили от воинской части. Но даже в таких условиях безопасность осужденных была на первом месте. Если было бы опасно, мы бы вообще не поехали, потому что безопасность все-таки превыше всего. И людей, и тех спецконтингентов, то есть осужденных, которые мы перевозили, все-таки за жизнь-то спросят. Поэтому лучше даже не выполнять задачу, если техника неисправна. Современные спецмашины комфортабельны и безопасны. В зависимости от модели в ней можно перевозить до 32 человек. Автомобиль обогревается, на случай жары есть кондиционер. То есть все спецавтомобили оборудованы системой видеонаблюдения, что позволяет контролировать качество несения службы часовыми. И при возникновении конфликтных ситуаций объективно оценить правильность действия состава караула. Немаловажно и то, что автомобиль оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС. Раньше в случае чрезвычайной ситуации конвоиры могли лишь стрелять в воздух или просто кричать. Сегодня сигнал тревоги можно передать напрямую в подразделение. Впрочем, таких прецедентов не было. Совершить побег никто не пытался. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.